24 февраля, когда Россия наполнила Украину, США направили в Европу примерно 20 тысяч военнослужащих в дополнение к 80 тысячам уже дислоцированных на континенте. В Европе развернуто еще 40 тысяч военнослужащих-членов НАТО. После российского вторжения НАТО направило войска в Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию, чтобы укрепить восточный фланг альянса. Однако президент Байден заявил, что никаких американских войск в Украине не будет. Далее давайте идти по повестке. Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России. Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей и заместителем министра обороны США Кэтлин Хиггс. Далее цитирую ее. Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции. Конец цитаты. Также готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России. Однако она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений. Далее давайте послушаем непосредственно то, что Белый Дом намерен заменить командование НАТО в Европе. Европейское командование Соединенных Штатов должен возглавить генерал армии Кристофер Каволи. Об этом говорят источники издания The Wall Street Journal. Давайте услышим. Ожидается, что высокопоставленный генерал американской армии в Европе возглавит все силы США и их союзников на континенте, заявили официальные лица США, что станет самым большим изменением в военном руководстве НАТО после вторжения России в Украину в феврале. По словам официальных лиц, Пентагон также собирается назначить нового генерала, который возглавит силы специальных операций. Оба заменят командиров, которые, как ожидается, уйдут в отставку в этом году в рамках обычной ротации командиров. Генерал армии Кристофер Каволи, нынешний командующий армии США в Европе, должен возглавить Европейское командование США, отвечающее за все военные операции США на континенте. Глава Европейского командования США также является главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, которые отвечают за операции организации Североатлантического договора. Ну и на фоне происходящих событий в Украине, польские власти обратились к США с просьбой увеличить количество американских вооруженных сил в Европе до 150 тысяч. Об этом сообщает немецкая газета Weltall. Как сказал в интервью изданию представитель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Кочинский, большую часть военных следует сосредоточить на восточном фланге НАТО. Давайте услышим прямую речь. Польша приветствовала бы, если американцы увеличили в будущем свое присутствие в Европе с нынешних 100 тысяч военнослужащих до 150 тысяч из-за растущего агрессивного поведения России. Из них 75 тысяч солдат должны быть на постоянной основе размещены на восточном фланге, то есть на границах с Россией. 50 тысяч солдат должны быть дислоцированы только в странах Балтии и Польши. Ярослав Кочинский, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши. Ну и также наши коллеги подготовили материал на тему того, как присутствие США в Европе менялось и подготавливалось со времен Второй мировой войны. Давайте посмотрим этот сюжет. Самое емкое описание сущности политического Запада, возникшего после Второй мировой войны, принадлежит первому генеральному секретарю НАТО Гастингсу Исмею. Вот как он обозначил задачу Альянса. Не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев. Первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмею. Эта формулировка вполне отражала природу трансатлантических отношений, в сохранении которых состоял интерес обоих берегов океана после Второй мировой войны. Усиление холодной войны, образование в 1949 году НАТО и особенно начало в июне 1950 года войны в Корее привели к наращиванию американских войск в Европе. 24 ноября 1950 года в Штутгарте была воссоздана расформированная в марте 1946 года 7-я армия США. В ее составе были сформированы 5-й и 7-й корпуса. В состав армии в мае-сентябре 1951 года из США перебросили три пехотных и одну бронетанковую дивизии. 1 августа 1952 года было создано Европейское командование вооруженных сил США со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Войска США в Европе в годы холодной войны были как средством сдерживания СССР и его союзников, так и демонстрацией серьезности обязательств США в рамках НАТО. Кроме того, они позволяли США помогать Германии восстанавливаться и держать руку на пульсе военной политической ситуации в Европе после разгрома нацизма. Очередное наращивание произошло на фоне провала разрядки международной напряженности, ввода советских войск в Афганистан и прихода к власти в США президента Рейгана, который провозгласил СССР, империя зла и взял курсы на увеличение военных расходов и боевых возможностей вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Всего военно-воздушные силы США в Европе располагали 10 тактическими истребительными и разведывательными крыльями и отдельной тактической истребительной эскадрильей. Всего 31 эскадрилья на авиабазах Великобритании, Испании, Нидерландах и Германии. На их вооружении находилось 664 боевых самолета, а в военный период предусматривалось переброской США в Европу еще 37 авиационных эскадрильей. Главной ударной силой американских морских сил в Европе со штабом Лодони являлся 6-й флот, созданный в 1950 году. Он не имел постоянного состава, кроме штабного корабля Маунт-Уитней, и под его оперативный контроль попадали все американские военные корабли, находившиеся в Средиземном море и прилегающих водах Атлантики, особенно на подходах к Гибралтару. По состоянию на 1990 год 6-й флот обычно включал в себя 4 атомные подводные лодки, 1 авианосно-ударную группу, 1 группу пополнения запасов кораблей на ходу в море, 1 амфибийно-десантную группу и 1 морскую эскадру предварительного позиционирования. Также 4 плавучих базы. В сентябре 1954 года в Европу, в Великобритании, были впервые доставлены американские ядерные авиабомбы. С 1955 по 1963 года тактическое ядерное оружие появилось также в Германии, Италии, Франции, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В 1971 году численность ядерных боеголовок в Европе достигла пика примерно в 7300 единиц. К концу 1970-х годов их число сократилось примерно до 6000. После снятия с вооружения в 1980-х годах некоторых устаревших систем и выводов США для последующей ликвидации в рамках Советско-Американского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, у США осталось в Европе около 4000 ядерных боеголовок. В таком виде вооруженные силы США в Европе встретили окончание холодной войны. Теперешние стремительные события на фоне войны в Украине заслуживают отдельного исследования. Каролина Король, специальный для Marathon Freedom, телеканала UA. И эту тему будем продолжать в дискуссии с Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правых исследований. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ранее о том увеличении контингента вооруженных сил Соединенных Штатов Америки непосредственно говорили и акцентировали внимание на том, что в связи с этой угрозой со стороны Российской Федерации увеличивается оборона, но опять же оборона Европейского Союза. Но речи не идет о том, чтобы военные США пошли в Украину. Насколько вообще, я не знаю, можно ли так говорить, насколько реалистично, чтобы вооруженные силы США по факту помогали украинским военным защищаться от российской агрессии. Насколько это реалистично? А возможно это вообще не реалистично и это делаться не будет со стороны НАТО и Европейского Союза. Ну, тут необходимо по порядку. Дело в том, что уже Соединенные Штаты и НАТО сделали определенные шаги в связи с полномасштабным вторжением России на украинскую территорию. Эти шаги состоят в том, что, во-первых, увеличили военное присутствие именно Соединенные Штаты. Речь идет о 20 тысячах военнослужащих, к тем 60 тысячам, которые присутствовали на постоянной основе. Таким образом, скажем так, за этот небольшой период времени на 20 тысяч расширено военное присутствие, которое распространено от Польши до Румынии, стран Валтии, также Словакии, где также расширили свое присутствие британцы и другие страны. Это важный момент. Во-вторых, сейчас возросло количество учений военных. Не так давно закончились Норвегии большие учения НАТО. И сейчас поднимается вопрос о том, что войска НАТО смогут присутствовать на стационарной основе, то есть на постоянной основе в странах Балтии, в первую очередь в странах Балтии. Чем это решение связано? Также в Словакии. Дело в том, что, как известно, вот та ситуация, которая была и предполагала сотрудничество между НАТО и Россией, фактически основополагающий акт о сотрудничестве между НАТО и Россией, на сегодняшний день большинство стран, членов Альянса, считают, что этот акт нарушен Россией не единожды, и НАТО не обременены, скажем так, обязанностями его придерживаться. А как раз этим актом было предусмотрено, что военные базы НАТО не могут быть размещены в странах НАТО на восточных границах. То есть на границах с Россией. Сейчас идет речь о том, что этот пункт должен утратить свою силу, и НАТО увеличит свое военное присутствие. Это раз. Во-вторых, мы видим, что на сегодняшний день предусматриваются дополнительные программы для обучения украинских военнослужащих. И отдельные страны НАТО, Соединенные Штаты и другие уже принимают украинских военных для передачи навыков в использовании определенных видов вооружений. Ну, как мы знаем, например, дронов Switchblade и других, которые нам должны передать, передавали Соединенные Штаты. К слову, к нашим военнослужащим, которые обучались по этой программе, обращался лично министр обороны, господин Остин. Он лично к ним обращался, и эту информацию распространили американские СМИ о том, что вот они приветствуют украинских военных и продолжат оказывать такую помощь. Это второй момент. Сегодня как раз вот те реформы, которые постепенно происходят, связанные с увеличением американского военного присутствия в Европе, они говорят о том, что также будет предусматриваться как минимум действительно обучение и консультации украинских военных, но консультации и обучение не на территории Украины, а на территории стран Североатлантического Альянса. Что касается того, могут ли страны-участницы Альянса в перспективе появиться на территории Украины, я скажу так, на 100% ничего исключать нельзя. Мы видим, как развиваются события, мы видим, как Россия сейчас угрожает всей Европе, мы видим эти заявления на, скажем так, и реакцию на заявления финского и шведского правительства о том, что они могут воспользоваться ихним же суверенным правом, абсолютно суверенным правом, и принять решение о вступлении в Альянс. Видим, какое вызывает это обострение в Кремле не здоровое, видим угрозы, которые идут в сторону Польши, угрозы, которые идут в сторону Балтийских стран, ну и, конечно же, самое главное, это полномасштабная военная агрессия России против Украины. И, ну, скажем так, я думаю, что уже сегодня очень важно поднимать вопрос, и, к слову, об этом говорят и некоторые западные обозреватели, и аналитики, и нас поддерживают, в том числе некоторые отставные генералы Соединенных Штатов и НАТО, например, господин Ходжес, которые говорят как о закрытом небе, но еще очень важный один момент, это, как мне кажется, увеличивать присутствие стран НАТО в акватории Чёрного моря. У них есть выходы, у них там есть флот, и было бы довольно-таки неплохо обеспечить гуманитарную операцию. Вот в чем идея? Гуманитарная операция по поддержанию продовольственной безопасности в мире. В чем суть? Известно сегодня, что уже ООН говорит о том, что могут ожидать серьезные проблемы с продуктами, питанием и продовольствием в связи с тем, что Россия напала на Украину. И, как известно, у Украины на сегодняшний день есть проблемы, мы не можем использовать наши порты, потому что Россия блокирует фактически нормальное судоходство, торговое в Чёрном море. Так вот, было бы неплохо обратиться, в частности, и к странам НАТО о том, что давайте обеспечим гуманитарную миссию с целью поддержания продовольственной безопасности в мире, в частности, и продовольственной безопасности в Украине. Также мы можем говорить о поддержании гуманитарных вопросов, которые касаются поставок в Украину гуманитарной помощи, помощи нашим временно перемещенным лицам и так далее. И вот мне кажется, что как раз вот эти точки соприкосновения, в них как раз необходимо искать те моменты, ну, скажем так, которыми можно было бы воспользоваться и которые могут найти отзыв, ну, скажем так, пускай и не консенсусом у 30 стран НАТО, но у большинства стран-членов НАТО и международного сообщества. И вот над этим, конечно же, надо работать. Работа определенная ведется для того, чтобы, ну, скажем так, увеличить внимание НАТО в регионе, увеличить наше сотрудничество с целью, в первую очередь, конечно же, обеспечения безопасности в Европе и сдерживания российской агрессии. Александр, вот непосредственно вспоминая ранее уже цитату о том, что думают над тем, предоставлять ли Украине вооружение средней дальности для того, чтобы добивать до аэропортов Российской Федерации. А давайте вот так помыслим в целом, нужно ли это Украине? Ну, в плане, в плане, нужно ли Украине атаковать российские аэропорты и может ли на это пойти Украина? Смотрите, дело в чём, я думаю, что какие задачи нам на сегодняшний день в первую очередь необходимо решить, вот да, вот с моей точки зрения. Враг на нашей территории, он на сегодняшний день оккупирует отдельные города, сёла на юге и на востоке нашей страны. Какие в этой связи перед нами стоят первоочередные задачи? Их две. Первое — это не дать врагу продвигаться далее, вглубь территории Украины и его войскам. И второе — это попытаться как можно больше территорий освободить, ну, с помощью, в частности, военным путём. То есть это те два пункта, которые, на мой взгляд, на сегодняшний день крайне успешно и эффективно выполняет наш сектор обороны и безопасности. В этой связи, давайте подумаем, необходимо ли нам в этой связи наносить удары по территории России, зная, что в военной доктрине России есть такие пункты, как возможность использования ядерного оружия вследствие, как ответ на нападение на её территорию. Это раз. Во-вторых, нужны ли нам комплексы ракетные? Я думаю, что с радиусом действия, тот, который не ограничен экспортными вариантами, там 270 километров и далее, да, почему нет? И мы можем их использовать вот сейчас для защиты, когда враг, в частности, и на нашей территории. Но необходимо быть очень внимательными. Почему? Потому что мы же понимаем, Россия не то что может, скажем, воспользоваться этим. Уже есть информация, например, руководителя Главного управления разведки Министерства обороны, господина Буданова, в которой есть информация о том, что Россия самостоятельно уже может планировать готовить теракты в оккупированном Крыму, а также на территории России, в Белгороде и в других городах. С какой целью? С целью обвинить Украину, конечно же. Ну, тоже у них, мы во все бедах виноваты, если их послушать. И во второй — это найти причины для объявления военного положения и тотальной мобилизации. Поэтому я прекрасно понимаю эмоции, я прекрасно понимаю желания, я прекрасно понимаю многих, которые говорят, давайте мы все там уничтожим и так далее. Но необходимо понимать, что, скажем так, к проведению таких действий всегда необходимо подходить крайне ответственно, просчитывая все последствия и понимая и думая о том, это нам принесет больше вреда или это нам принесет больше пользы. Исходя из того, что сейчас первая очередная задача не дать продвинуться оккупанту и выгнать его с нашей территории и взять под защиту нашей границы и суверенную территорию. Я думаю, что вести разговоры об обстрелах где-то там, по территории России, целенаправленных ракетных ударах, я думаю, что не нужно этого делать. Александр, спасибо вам огромное, что вы приснились к эфиру, разъяснили такие сложные моменты. Александр Мусенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был на прямой связи с нашей студией. Движемся дальше. Будь то Вторая мировая война, Холодная война или вторжение России в Украину. Американские военные уже почти 80 лет как постоянно присутствуют в Европе. Как менялась их численность за эти годы, расскажут мои коллеги. Давайте посмотрим. Северная Македония, Норвегия, Греция. Неспровоцированная и неоправданная война России против Украины изменила всю евроатлантическую среду безопасности. С 24 февраля войска НАТО систематически оттачивают боевые навыки сдерживания и обороны. Учения ИНЕХОС очень важны для нашего альянса с НАТО. Они посылают особенно сильный сигнал о решимости в то время, когда Россия развязала войну в Европе, на европейской земле, вторгнувшись и фактически безжалостно уничтожая Украину. Силы быстрого реагирования НАТО, а это 40 тысяч военнослужащих, были приведены в полную боевую готовность к концу января. Тогда же Соединенные Штаты начали активно перебрасывать своих военных в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. В результате численность американской группировки рекордная за последние 20 лет. Я думаю, что мы должны всесторонне улучшить нашу военную диспозицию во всех секторах и во всех областях. И у нас для этого есть план. Мы продолжаем укреплять 8 боевых групп, которые расположены в непосредственной близости от Восточной Европы. По последним данным европейского командования США, больше всего американских военных сейчас в Германии 38 тысяч, в Италии 12 тысяч, в Польше и Великобритании по 10 тысяч военных, в остальных странах 2,5 тысячи и меньше. Численность войск США в Европе всегда менялась в зависимости от ситуации с безопасностью. Например, в конце Второй мировой войны их численность превышала 3 миллиона. Из-за демобилизации в последующие годы это число сократилось почти в 20 раз, до 128 тысяч. Следующий пик наблюдался во времена Холодной войны. Тогда в Европе было сосредоточено почти полмиллиона американских солдат. В течение следующих 30 лет уровень колебался, но оставался высоким. После распада СССР с каждым годом на родные базы возвращалось все больше американских военнослужащих. Однако часть сил стабильно находилась в европейском регионе. В начале 21 века этих военных направляли выполнять разные задачи на Среднем Востоке. Все изменилось в 2014 году из-за вторжения России в Украину. США стали наращивать численность сил в Европе, доведя ее сначала до 65 тысяч человек. А в январе нынешнего года из-за угрозы российского вторжения до 80 тысяч. Сейчас же их 100 тысяч. Но страны-члены НАТО готовы принять у себя еще больше армейцев. Вице-премьер-министр и председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Польши Ярослав Качинский в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Польша была бы рада, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе до 150 тысяч из-за возрастающей агрессии России. Из них 75 тысяч солдат должны быть размещены на восточном фланге, то есть на границе с Россией. 50 тысяч военных должны базироваться в Прибалтике и Польше. Ярослав Качинский, глава польской партии «Право и справедливость». Литва такую идею поддержала. Правительство страны настоятельно просит НАТО увеличить военное присутствие альянсов в странах Балтии и усилить находящиеся там батальоны до уровня бригад. Мы сталкиваемся с очень серьезной угрозой, потому что с одной стороны у нас есть граница с Калининградской областью, с другой – граница с Белоруссией, которая уже поглощена в военную систему Российской Федерации. И это кардинально меняет наши военные расчеты. Решение о реорганизации сил НАТО на восточном фланге будет принято на мадридском саммите альянса в июне. Тогда же ожидается подача заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс. Как пишет издание «Таймс», в Вашингтоне делают большую ставку на членство Стокгольма и Хельсинки. Ведь это расширит Североатлантический альянс с 30 до 32 членов и растянет российские вооруженные силы по границе. Марина Степаненко специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.